Молодость – это гибкость мышц. Это инопланетянин. И Максакова была хороша. У меня была такая манера, на него мало кто подумает. Я учу ногами. Все же 10 книг летят. Понимаете, детектив. Наш положительный со всех точек зрения Владимир Михайлович. Вы выбираете его. Помните, не забылось, почему? Ну, во-первых, потому что на него мало кто подумает, что он убийца. Что убийца именно этот человек. За ним шли в таких ролей, начиная со свинарки и пастуха, и в театре, и все эти Дон Кихоты. Ну, и потом надо заметить, что когда мы снимали Владимира Михайловича, ничего удивительного в его возрасте не было. Иглузский был такого же возраста. И я до этого снимал много артистов его же возраста. У меня все-таки есть практика работы с актерами того поколения. Я, например, работал с Борисом Андреевым, с Николаем Федоровичем Крючковым, с Иваном Переперзиевым. У меня в одном фильме даже снимался артист, не мог, кино, Петр Соболевский. И вот их всех отличало одно качество. Во-первых, огромное уважение к режиссеру. А когда я их снимал, к «Десятой негритятам» я уже стал более-менее маститым. А раньше я был совсем молодым режиссером, и никакого авторитета, казалось бы, не должно быть у них. Но, тем не менее, уважение к режиссеру, аккуратность, дисциплинированность. И не было случая, чтобы кто-то пришел на съемку, включая Владимира Михайловича, не поработав дома над ролью. Дынешние артисты кино вообще этим делом не занимаются. О том, чтобы они пришли с выученным текстом, или дома просто подумали, что надо делать, это только так вот уже сегодня. В театре, когда мне приходилось ставить пьесы тоже, у меня ощущение, что с молодыми артистами надо работать, что первый период должен работать ассистент с ними, потому что первые два месяца они роль изучают. Я говорю, почему ты не знаешь роли? Я не могу так учить, я учу ногами. Это у них такая отговорка есть. Он будет ходить, ему главное показать мизансцену, а он постепенно ему эти слова запомнется. Как можно так работать? Вот артисты поколения, которым принадлежит Владимир Михайлович, конечно, они коренным образом отличаются от того поколения. Работа с ними чрезвычайно приятна. Мне уже с такими артистами, кроме самого Зельдина, видимо, поработать не удастся. Но впечатление они, конечно, произвели большое. Ну, я подозреваю, хотя, конечно, никогда не была внутри, не видела этого, что все-таки съемочный процесс – это само по себе приключенческий некий фильм, я так догадываюсь, да, вот эта работа. И знаете, как бывает, иногда с человеком бывает, просто назовешь фамилию, и ярко возникает какой-то эпизод при фамилии Зельдина на этих съемках. Вот что-то вам ярко запомнилось особенно, или уже столько работ было, что... Я не помню, он не привлекал никогда внимания в силу скромности и в силу совершенно нетребовательности. Что такое кино? Это же и погода, погода, может быть, даже в первую очередь, и какие-то стоны артистов по поводу неудобств, неустроенности быта, там, ни того номера, который им достался, или неудобного рейса, или просто холодно им. Вот из уст Владимира Михайловича это невозможно было услышать, вообще я не слышал, чтобы из его уст прозвучали какие-то претензии вообще в группе, или там разговор об оплате, но вот ничего такого никогда не было, и даже невозможно было предположить, что вот Владимир Михайлович Зельдин может такое произнести. И это, конечно, производит огромное впечатление. Любая эту роль, вообще, до этого вы с ним в жизни встречались, или только знали его по каким-то работам? Нет, конечно, я знал только по работам. Первую жизнь я увидела, у меня была такая манера, как все актеры, которые у меня снимались, в первый же день знакомства, или на второй мы приезжали ко мне домой, Галя у меня замечательно готовит. Иногда я готовлю плов. Вот, наверное, плов у него и остался в памяти. А ваше первое ощущение от человечества – это кто? Это джентльмен. Это, я не знаю, первое ощущение от человека. Это инопланетянин, потому что, ну, таких людей и было мало, и сейчас нет. Ну, джентльмен. Джентльмен. Ну, конечно. Ну, всегда интересно людям, зрителям, вот отношение артиста к женщинам. У вас красавицы были, ну, там, и другие, чем, мне кажется, она невероятная красавица, очень что-то в ней утонченное. И Максакова была хороша, прям скажем. И что, какое-то внимание вообще мужское проявляло? Или галантность? Ну, галантность, скорее галантность. Вообще, я думаю, что вы из меня это больше ничего такого существенного не выжмете, потому что я вам говорю, ну… Ну, тогда я из вас философию попытаюсь выпить чуть-чуть, совсем капельку. Ну, это совсем бесполезно. Да нет, мне просто интересно ваше мнение узнать. Самое интересное, рассуждая, есть какие-то преимущества в такой старости, как у Зенди? Ну, какой может быть плюс? Только опыт еще больший, но опыт есть и у 70-летнего. Ну, какие там плюсы? Глаза плохо видят, мышцы давно уже не такие гибкие, как должно, хотя Владимир Михайлович все время тренирует. Мне один спортсмен когда-то говорил, молодость – это гибкость мышц. Вот, если вы сохранили гибкость мышц, то вам хоть 90, вы все равно будете молоды. Вот, и все равно они уже не такие гибкие, нужны усилия. Желудок хуже работает, голова медленнее и так далее. Особых преимуществ нет, но замечательно, когда человек и в старости имеет свое место в жизни. Всей своей жизнью, пройденной жизнью, заработал заслуженный совершенно авторитет в обществе, среди коллег. Это должно греть, конечно, и давать силы жить дальше. Так что пожелаем Владимиру Михайловичу еще сто лет. И вот последнее, что у меня такое ощущение, что я как-то никогда не касалась желтизна, может быть, какие-то слухи, вот как-то не давала это все. Потому что он настоящий мужчина. Дать Бог ему прожить. Знаете, как в этом анекдоте один говорит, желаю, грузин, желаю тебе прожить до 127 лет. Он говорит, нет, я хочу до 119. Почему? Ну, чтобы на памятнике написали, безвременно ушел из жизни. Классный анекдот. Не знаю, можно и дать все-таки, да. Ну, почему? Так что я желаю Владимиру Михайловичу до 119 дожить. И его современники, те, которые останутся еще, напишут на памятник, безвременно ушел из жизни. И это будет правда. Потому что, конечно, все наверняка оскорбили через 20 лет, если такое случилось. Поэтому пусть живет пожелаемому бессмертия. Хотя он его уже заработал. А вам неинтересно было бы снять столетнего артиста? Снять? Ну, конечно, был бы для него материал с удовольствием, а просто показывать, как это же кино, а не зоопарк. Нет, разумеется. Если бы был какой-то материал, да. Кроме того, он на столетнего не тянет внешне, так что... Чего тут? Не фишка. Ну, ну, ну. Спасибо. Я тут Дроздова чуть-чуть писала, показала журнал, где сам Дроздов Николай Николаевич, который, ну, какой-то человек там, президент клуба столетних, и в середине Зельдин. Дроздов говорит, вот выглядит он как ровесник, а ведь он у меня на 22 года старше, а этому столько. Ну, я уж промолчала, кипнула бы, я хотела сказать, он выглядит моложе вас всех. Честно, у него нет морщиней, его вот как у вас писал, это поразительно. Я даже подумала там про пластику какую-то, она говорит, ну, ничего подобного. Я говорю, в чем она говорит, загадка для меня. Ну, во-первых, здоровый образ жизни. Он заключается не в том, чтобы не курить, не пить. Вот заключается характер.